Всем привет! Я продолжаю серию видео о покупке семян, сорта которых я буду выращивать в следующем году. О томатах я уже сняла ролик, я оставлю ссылку в описании под видео, можно зайти посмотреть кому интересно. Но сегодня я расскажу о перцах и о бакалажанах. Как всегда, я уже говорила, я составляю список сортов, какое количество буду высаживать, название сорта. Примерное количество растений, которые уже буду высаживать в теплицу и примерные сроки посева семян. Как вы видите, я баклажаны, перцы раньше марта не высеваю. Конечно, у нас условия у всех разные и климат разный. Я проживаю в Московской области, у меня есть стеклянная теплица, она правда не обогреваемая. И у меня есть лампы, поэтому я могу себе позволить рассаду выращивать в начале марта. А вы уже смотрите по своим условиям. Итак, давайте начнем о сортах перцы. У меня в этом году нет ни одного гибрида перца. Все сортовое. Первый сорт это султан, раннеспелый сорт, растение среднерослое, крупноплодные, плоды до 500 грамм, цвет рубиново-красный. И стеночка у него будет около 1 см. В общем, крупноплодный и толстостенный. Захотелось. Король с севера. Это раннеспелый сорт, растение высокорослое до 1 метра, урожайный. Созревание происходит от зеленого до красного. Крупные конические плоды, тоже толстостенные. Соответственно, если пишут, что само растение до 1 метра, конечно, оно требует подвязки обязательной. Следующий сорт. Аркана. Это среднеспелый сорт, куст раскидистый, тоже высокорослый до 1 метра, плоды крупные до 400 грамм, кубовидные формы тоже, стеночка у него будет до 8 мм. Сладкий цвет плодов будет насыщенно желтого цвета. Понравился, буду пробовать. Это сейчас я говорю, все новинки для меня. Оранжевый горизонт. Это среднеспелый сорт, растение среднерослое. Плоды тоже кубовидные, толстостенные, оранжевые и массой 250 грамм. Очень мне цвет понравился. Аппетитное чудо. Это среднеспелый сорт, растение среднерослое. Плоды тоже крупные, 300 грамм примерно. Красные, кубовидные, сладкие. И стеночка у него до 9 мм. Тоже такие мне понравились. Следующие сорта я в этом году выращивала. Понравились, поэтому на следующий сезон я их тоже оставила. Собрала семена. Смотрите, какого качества семена. Семечка к семечку. Я их сразу калибрую, прежде чем заложить на хранение. Потому что перед пассивом никогда это делать. Семена, конечно, отличного качества, когда свои. Итак, это перец Леся. Куст среднерослый. Сорт среднеспелый. Плоды такого ярко-красного цвета. Очень оригинальные. Каплевидная форма. Можно, знаете, сказать, что они даже сердцевидной формы. Толстостенные, плотные. Они сочные, сладкие. Очень ароматные. Сердцевина у них гладкая, без ребер. Но применение. Просто порезать салат. Для меня, по моему вкусу, этот перец жестковат. Видимо, за своей плотной кожицей. Но я его применяла. И мне очень понравилось это фарширование. Отлично. Он и сочный, и очень красиво в тарелке смотрится. Здорово. И мне понравилось его еще запекать на мангале. Вот мы готовим к мясу овощной салат, печеные овощи. Отлично тоже подходит. Буду высевать на следующий год. Следующий сорт. Это рамира красный. Семена уже свои. Я довольно-таки давно его выращиваю. Что можно сказать об этом сорте? Это итальянский сорт. Растение очень высокорослое. И метр, и чуть больше в теплице вырастает. Обязательно его нужно подвязать, потому что очень хрупкие стебли у него. Он ломается только так. Сорт лучше выращивать в теплице, потому что он средний-поздний. И чтобы плоды снимать именно красный, и максимально, чтобы этот сорт отдал свой урожай, лучше его выращивать в теплице. Сами плоды длинные, и 20, и 25 сантиметров. Ну, а весом он максимум 150, ну, может быть, 200 грамм. Рамира – это тонкостенный сорт. Рамира не может быть толстая стенка. Это, ну, она максимум 3-5 миллиметров. Именно за это его ценят в кулинарии. Именно за это его любят итальянцы. Он сочный, он хрустящий. Тонкая вот эта нежная у него стеночка, сладкая. Отличный сорт. Он отлично будет именно в салатах, в свежем виде. Просто его сорвать и даже съесть. Конечно, отличный сорт. Я его каждый год выращиваю. Следующий сорт – это маркони. Пишут, что растение среднерослое, но все-таки в теплице растение высокорослое. Его тоже подвязывало. Среднеспелый сорт. Плоды крупные – 250-300 грамм. Желтого цвета, длиной тоже длинный – 25,30 сантиметров. Форма у него цилиндрическая, в общем, крупный. Но стеночка у него 4-5 миллиметров. Ну, в общем, она средняя. Вкусные, сладкие, хрустящие. Я использовала его в основном… Нет, наверное, не в основном, а только для запекания на костре. Следующий сорт – это перец айварский. Тоже выращивала, собрала семена. Растение в теплице высокорослое. Я его тоже подвязывала. Среднеспелый сорт. Вес плодов до 200 грамм – это точно. Они такие удлиненные, коносовидные. Длиной примерно 15, ну, может быть, около 20 сантиметров. Красного цвета. Он мягкий, сочный, сладкий, очень ароматный. Наивкуснейший перец. Стеночка у него средняя, примерно 6, может быть, там 7-8 миллиметров. Ну, отлично. Я его применяла для потребления в свежем виде и для запекания на костре. И эти овощи я потом замораживала. Сейчас мы их едим с удовольствием, как они только что приготовлены на костре. Замечательный перец. И в свежем виде он просто идеальный. Очень вкусный. Собрала побольше семян. Вот. Буду высаживать. Так, и следующая у меня культура осталась. Это баклажаны. Что хочу сказать насчет баклажан. Во-первых, на следующий год я не буду выращивать много. В прошлом году я посадила, наверное, кустов 30, не меньше. Я им выделила отдельную площадь. Закрыла его от ветра. Все. Было очень много баклажан. Урожай был отличный. Но я в этом году поняла, что мне такого количества не нужно. Не знала, куда их девать. Мы их в основном едим, это в свежем виде. Запекаем на костре. И вот делаем заморозку. Замораживаем после запекания. Потом делаем салат. Нет, на следующий год я буду намного меньше высаживать. Я решила, что я баклажаны попробую вырастить в мягких контейнерах на улице. У меня есть контейнеры. Они примерно по 24 литра. И посажу буквально 6-7 кустов. И все, мне это будет достаточно. Потому что такое большое количество на нашу семью нет. Я их не знала, куда девать и раздавать. И все, не хочу больше замучиться. Это буду выращивать корейский карлик. Я его уже вам рассказывала за него. Есть целый обзор. Я оставлю ссылку. Зайдите, посмотрите. Семена уже собраны свои. Это остатки от покупного. Покупала у огородника. Отличный сорт. Раннеспелый. Именно он для улицы. Он низкорослый. Плоды такие бочковидные. Негодкие. Ну, отличный сорт. Зайдите в подробный обзор. Я сняла, снят летом. Я оставлю ссылку. Пойдет в контейнер. 2-3 штуки. Хочу попробовать король рынка. Это я так... А, нет. Это у меня F1. Я думала, это сорт. Мне просто его посоветовали посадить. Раннеспелый сорт. Урожайные. Среднерослое растение. И плоды у него такие вытянутые. Тоже нахвалили. Хочу попробовать тоже. 2 кустика. Не более. И следующий сорт. Это Маугли. Я тоже его выращивала в прошлом году. И, по-моему, я на него как раз таки не сделала обзор. Тоже мне понравился. Куст небольшой. Он раннеспелый. И такие небольшие у него продолговатые плоды. Мне он понравился. Потому что он не сильно высокорослый. Для открытого грунта это не есть хорошо. Кто в теплице выращивает высокорослый, хорошо. Я пробовала. Но сейчас я в теплице баклажаны перестала выращивать. Уже второй год будет. Я не буду их выращивать в теплице. Слишком очень много с ними возник в теплице. И все. Эти три сорта я буду выращивать по 2-3 растения в мягких контейнерах. Тогда купила еще томаты. Я говорила, что не хватает у меня еще черри томатов. Это гибрид Сома. Посоветовали мне. Хотела, как всегда, посадить в теплице. Но решила, что места я не буду ими занимать. Потому что особо мы их не едим. Но высаживаю каждый год для ребенка мелкие томатики. Это гибрид низкорослый. Решила посадить 3-4 кустика в открытый грунт. Это все для того, чтобы ребенок сам ухаживал за томатами. То есть он будет сам их поливать, сам их будет выращивать, как в прошлом году он выращивал перец. Это для него в открытый грунт. И еще я не сказала о остром перце. Сейчас я вам покажу его. Вот он красавчик. Этот перец я вам не скажу, какой сорт, конечно. Я его выкопала из теплицы и посадила в горшок. Он без названия. Выращиваю его уже 2 года. И прямо отсюда собираю семена и высеваю в открытый грунт. Буквально 2-3 кустика. Мне этого достаточно. Он очень острый. Видите, он мелкоплодный. Это из серии чили. А у меня на сегодня все. Пишите обязательно комментарии. Делитесь своим мнением и опытом. Подписывайтесь на канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok